Всем огромный привет! Рада всех видеть на канале! Сегодня я хочу показать свою огромную кучу пустых баночек за февраль месяц. Будет много ухода, много парфюмерии. Я сама не ожидала, что я смогу так это все по максимуму использовать. На самом деле я устроила такой негласный project pen ухода и сейчас добиваю те продукты, которые давно застоялись, и я хочу на их место что-то новенькое. Начну по традиции с гелей для душа. Это по 500 мл гели Sensus компания Avon. Самые, наверное, любимые, знаменитые гели, самые дешевые, классные. Их можно и как пену для ванны, и, в общем, и руки помыть, и так, как гель для душа. Безумно понравился гель от Cosmea с ароматом и риски. Невероятно вкусный, съедобный. Олечка, спасибо огромное за него. Еще один съедобный гель для душ с ароматом кофе и с добавлением, наверное, сгущенного молока от компании Vroche. Тоже прям получала от него удовольствие, и он был уместен именно в зимний период времени. Также у меня закончилась вот такая вот огромная бадья литровой пены с малиной и черной смородиной. Ну, такой стандартный кисловатый ягодный аромат. Классно раскрывался, не химозил, не искажался. Мне очень-очень сильно понравился. Ну и, коль я начала с тела, давайте, наверное, продолжу и покажу, какой у меня грандиозный был расход в кремах для тела. Я просто поражена, потому что все-таки я использовала огромное количество, пользовалась каждый день. Вот этот крем с гранатом был очень нежный и легкий, хотя здесь написано, что он питательный, но по факту он более нежный. Ириш, спасибо тебе за него. Я с удовольствием пользовалась, честно скажу, наслаждалась. Следующий крем Vivalovito, я его использовала уже в последних днях февраля. У него и аромат такой более весенний, тоже легкий, быстро впитывался. Я вот эти два крема наносила по утрам. После душа они впитывались буквально за 2 минуты, может быть, даже за одну. И я спокойно одевала вещи. Также у меня закончился более такой питательный крем с овсом от компании Evroche. Он уже впитывался чуть подольше, но он был настолько просто действительно питательный. Сейчас вроде бы как эту линейку или снимают, или перепроизводят. Я еще пока не разобралась, но крем действительно очень-очень крутой. Также буду сегодня хвалить крем для бюста от V-Cosmetics. Девчонки, очень бюджетная, нейтральная косметика. Очень крутой крем, именно укрепляющий для бюста. Я стараюсь на постоянной основе пользоваться такими продуктами. Этот меня впечатлил. Мне хватило вот такого флакончика небольшого, 100 мл, где-то месяца на 3, на 3,5. То есть одного-два нажатия хватило, чтобы его нанести. Действительно, тонус у груди стал более такой заметный. Грудь стала более упругой. То есть и плюс еще вот этот уход масла, это очень благотворно влияет. Я рекомендую, кто ищет что-то качественное, попробуйте. Я однозначно буду повторять. Так, с телом, наверное, все. Давайте перейдем к волосам. Для волос у меня было не так много продуктов, которые закончились. Но есть что показать. Мицеллярный мягкий шампунь. В общем-то, простенький такой шампунь, неплохой. На каждый день волосы не перегружал, что мне понравилось в нем. Я его иногда использовала без всяких бальзамов. Наносила потом спрей какой-нибудь. Очень тоже понравился. Ириш, спасибо огромное. Иришка мне присылала всю гранатовую косметику. И я с удовольствием пользовалась и наслаждалась, потому что аромат граната, я поняла, что это мое. Для волос у меня закончилась вот такая вот краска от Фаберлик. Краски эти хорошие. Она у меня как-то застоялась. Я давно уже Фаберлик не приобретаю краски. Но, девчонки, неплохая понравилась. Я эту краску всегда от Эксперт хвалила и хвалю. Для волос у меня закончилось вот такое вот двухфазное средство от Салон Кей. Это Фаберлик. Тоже нравится. Оно у меня было очень долго в использовании. Но года два это точно. Уже сроки все повыходили. Но оно не потеряло своих свойств. Хорошо работало. Застоялось, потому что действительно очень много средств для волос. Но когда я поставила себе задачу его использовать и начать что-то другое, то действительно я это сделала. И хорошо, что сейчас у меня освободилось место. С волосами, наверное, мы закончили. Давайте покажу вам уход за лицом. В первую очередь закончилась у меня вот такая вот пенка для умывания, для жирной и комбинированной кожи от Organic Zone. Это особенная пенка. Кто умывается и приоткрывает глаза, то я ее не рекомендую. Попадет в глаза, будет воспаление, потому что здесь в составе есть масло мяты. У меня несколько раз так было. И это была просто катастрофа. Я, конечно, приспособилась к этой пенке, но не сразу. И хочу сказать, что какие плюсы в этой пенке. У кого щелочная вода и плохо смываются мыльные текстуры, то вам эта пенка просто понравится. Она с первого раза удаляет весь макияж. И с первого нанесения буквально ладошки воды она сразу же смывается. И на лице ничего не остается. Дочка заценила больше, чем я. И сказала, нужно купить, потому что она не любит, когда смываешь-смываешь, а оно не смывается. Также, девчонки, у меня закончилась куча тоников. Бутыльки маленькие по 100 мл. Моя любимая очищающая лепестки розы от Эйвен. В одной была половина, в другой половина. В третьей тоже неполный был флакончик. Но решила, нужно уже заканчивать. И закончила. Также для лица у меня закончилось средство, которое мне тоже дарила Иришка с гранатом. Использовала этот крем и как маску, и как праймер под макияж. Девчонки, ну обалденные. Вот правда, не скажешь, что это бюджетный какой-то крем. Очень хороший. С другими не пробовала, знаю, что есть там с огурцом и какой-то еще. Но с гранатом точно буду повторять. Сейчас вот думаю, нужно, наверное, в магните или где-то посмотреть. Потому что я, честно сказать, я не видела. Закончились два жидких мыла для рук. Одно от компании Евроше с яблоком, другое с кокосом. Оба понравились, оба классные, оба просто великолепные. Шариковый дезодорант закончился у меня с ароматом стамина. Хороший у Эйванс шариковый дезодорант. И мне иногда хочется именно что-то такого шарикового. Но есть один косяк. Здесь только вот этой белой жидкости. Она засыхает и потом все сыпется. То есть мне кажется, что можно немножко поменьше. Но я, конечно, не понимаю. Может быть, так и должно быть. Также закончился шариковый дезодорант точно такого же качества моего мужа с ароматом фулл спид. Он сказал, что нормальный, но ему больше нравятся спреи. Закончилось мыло для рук из лимитированной коллекции. Присылала мне его Леночка. Спасибо огромное. Очень классное, фигурное. И вот такое вот мыло сейчас в использовании. Наполовину уже смылила. Джонсонс Бэби. Аромат граната здесь такой более нежный, не ярко выраженный. По-моему, мне тоже это мыло присылала Иришка. Ириш, спасибо огромное. Также закончился вот такой вот увлажняющий гель для бритья. Очень понравился. Пользовалась и я, и муж. И очень-очень классное качество. Вообще, в Эйвен я люблю такие продукты. Они довольно-таки кусты, хорошо наносятся и выполняют полностью свою функцию. Для лица у меня еще закончилось вот такое вот средство для умывания в виде крема. По-моему, его уже сейчас нет в продаже, поэтому не буду на нем останавливаться. Обычное кремовое средство для умывания. Очень хорошее, качественное. На любителя. Кто любит кремовые текстуры, то оно однозначно понравится. Олечка мне присылала вот такой вот тоник, эссенцию. Мне вообще нравятся тоники в гелевой консистенции. Я осталась довольна. Спасибо огромное. С удовольствием использовала. Давно лежала и как-то все не могла показать. Также две пасты от компании Фаберлик. Так закончились. Экстра свежесть очень классная. А мягкое отбеливание такая на вечер больше. Ну, так пасты, в принципе, обычные. Ничего сверхъестественного. Повторять желание, скажу честно, у меня никакого нет. Не хотела показывать, но решила, потому что действительно очень хороший продукт. Влажная туалетная бумага для детей. Луна и солнце. Продается везде. И в Фиксии везде, везде, везде. Очень классно. Понравилось. Я ее использовала как салфетки. Очень понравилось. Ну, хорошая. И давайте быстренько покажу, какие у меня закончились крема для лица. И перейдем к парфюмерии. Очень много. Я активно поиспользовала все пробники. Поставила себе задачу. Вот эти вот сыворотки просто обалденные. От компании Avon. Мне хватало на два раза. Хотя здесь заявлено на один. Но на один это можно просто облиться с ног до головы. Я с помощью трех пробников, можно сказать, прошла курс. Эффект, девчонки, просто поразительный. Очень классный. Вот такой вот крем-суфлет для лица ультрамоложения с шиконат тоже мне понравился. Такой жирненький на зиму. И также я использовала очень много продуктов от компании Evroche. Я не буду сейчас как-то выделять. Здесь сыворотки. Они в основном одинаковые. Они имеют легкую консистенцию. Очень быстро впитываются. Отриш крема были достаточно густые. Такие питательные. Наносила на ночь. Ну, сыворотки я сказала. Вот эта сыворотка, она была тоже более такая питательная. Я ее тоже наносила под крем. Старалась вечером. Масло иногда использовала и как праймер, и на вечерний уход. Вот крема от доктор Пьерри Ко. Они уже были такие более серьезные. Лифтинг посерьезнее от Evroche. Серумы легкие. Антиэйдж, я уже сказала. Себа Веджета для кожи, которая имеет повышенную жирность. Очень хорошо матирует. Мне понравилось. Тоже как праймер использовала. Эликсирчики тоже были не сильно жирные, такие легкие. Ну и в целом я использовала. Старалась подбирать одну серию. Сначала ее использовала, потом добавляла уже что-то другое. И на месяц мне этого хватило. Так, ну и давайте перейдем к парфюмерии. Сначала покажу, что закончилось у мужа. Вот такой вот X-Series. Он говорит, просто классный, такой прям обалденный. Ему понравился. Несмотря на то, что туалетная водичка очень дешевая, но она очень классная. Буду ругать вот эту вот эссенцию от компании Avon. Девчонки, действительно, она у меня высохла. В общем, девчонки, если купили такую эссенцию, пользуйтесь ею здесь и сейчас, потому что через год она у вас просто исчезнет. Запах остался тот же. Все здесь вкусно так пахнет, но ничего нет. Все пусто. Хотя я ее практически не пользовалась. И очень жаль. Если бы я знала, я бы ее раньше использовала. Закончилась у меня туалетная вода. Faberlic Ophie Rixensuelle. Обалденная. Просто классная. С нотами шоколада. С такими парфюмерными именно нотами шоколада. Очень-очень такая шлейфовая именно в зимний период. Я ее использовала где-то за месяц, может быть, чуть больше наслаждалась. В течение зимы у меня на работе была туалетная вода Manoy de Tahiti. И она у меня, девчонки, вся закончилась. Сразу скажу, запах достаточно тяжелый, настойчивый. Я иногда ею в машине даже брызгала. Но не знаю даже, повторять, не повторять. Это настолько специфически. Кто любит Manoy, то эта туалетная вода вам однозначно понравится. У нее стойкость повышенная. На протяжении, может, часов 10-12 вообще никуда не убегать, держаться. Но что-то есть в этой воде такое завораживающее, что меня очень-очень сильно привлекало. Также у меня закончилась вот такая вот водичка. Я ее в основном использовала как освежитель для помещения. Это такой аромат запеченного зеленого яблока с кислинкой. Тоже сейчас ее уже невозможно купить, поэтому не будем останавливаться. Но факт в том, что у меня это все закончилось. Пустышки от флаконов я сохраню. Все остальное сейчас я выкину. На этом обзор я буду заканчивать. Надеюсь, кому-то он будет полезен. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем вам удачи, здоровья и пока-пока!